Долгожданное новое жилье. Но кто же не мечтает стать счастливым обладателем собственных квадратных метров? Правда, с радостью приобретения квартиры новоиспеченного хозяина могут ждать и разочарования из-за недочетов строительства. Бывают такие случаи, что отхождение наличников, которое по требованию ТНПА должно быть не превышать 0,5 мм. То есть часто бывает, что либо они скошены, либо они отходят. При заполнении пены оконных проемов, либо балкодных проемов должно быть без дыр. А штукатурка должна быть без буковков наплывов, что тоже не соответствует ТНПА. И стены должны быть под 90 градусов, что тоже можно проверить уголками, либо нивелирами, либо уровнем. Нарушение технических нормативных правовых актов во время стройки и выражается в явных недоделках или браках. Неровные стены, трещины, дыры – все это портит настроение, конечно, и заставляет обладателя квадратных метров искать пути решения проблемы. Когда жилец обнаруживает у себя дома какой-то дефект, первым делом, конечно, нужно же не экспертизу назначать. Нужно решить вопрос, как мы говорим, мирным путем. Через председателя ЖСПК инициировать создание комиссии, которая придет, обследует жилье, составит дефектный акт. И после этого уже, если дефектный акт будет признан, скажем так, действительным, и комиссия согласится устранить эти недостатки, то, конечно, необходимости в проведении экспертизы нашей не будет. Вот если комиссия придет к поводу о том, что нет, здесь, извините, случай не гарантийный, ничего устранять не будем, вот тогда, конечно, жильцу остается уже последний способ – это уже обратиться к нам. В спорных случаях, когда комиссия считает, что брак возник не по вине застройщика, а по вине жильца, доказать свою невиновность помогут эксперты, которые установят причину возникновения недочета. Строительная техническая экспертиза может проводиться не только при вводе в эксплуатацию нового жилья, но и в период действия гарантийных обязательств, которые действуют в течение трех года. То есть жилец или председатель ЖСПК может обратиться к нам и по прошествии, скажем, года-двух стали проведение такой экспертизы. К слову, к специалистам-исследователям смело можно обращаться и в других случаях, например, когда двери или окна установлены с дефектом. Был случай, что женщина покупала дверь, при установке они установились трещинами в допорных элементах, также наличники были уже тоже перекошенные, они были не ровны, не вертикальны, что тоже все измерялось и описывалось, сравнивалось с ТНПА, с ним техническими нормативами. И после этого составлялось заключение, указывалось именно пункты в ТНПА, что не соответствует данной двери установки. Кстати, жительница Гродно в этом году экспертиза помогла устранить дефекты. Однако стоит учесть, чем больше времени проходит после выполнения строительных работ, тем сложнее доказать невиновность жильца в образовании брака во время эксплуатации. Поэтому эксперты советуют не затягивать и с недочетами стройки разбираться сразу.